Добрый день. Здравствуйте. Елена Алексеевна, вы пришли к нам с проблемой, касающейся выселения вас и жилья, в котором вы проживаете уже, так понимаю, длительное время. Расскажите, пожалуйста, о своей проблеме, о том, что с вами сейчас происходит. Представьтесь, пожалуйста. Я сейчас с тобой, Елена Алексеевна, проживаю 27-107. У меня муж получал от завода вагонмаша комнату, и вагонмаш в 2004 году продали частным лицам. У нас было там три собственника, но они отказали, эти собственники. Потом, получается, меняется сколько лет уже? 2004 года меняются собственники. Сейчас у нас на первом этаже купили собственник полностью. То есть собственник купил первый дашь, а ваша комната находится на первом этаже, правильно? Да, у меня комната находится на первом этаже. И сейчас вы с какой проблемой столкнулись? Столкнулась я. В воскресенье была, по делам ходила. И прихожу, ключи не могу открыть. Потом слушаю, кто-то там, кто там говорит. А там, смотрю, женщина. Из двери. Говорит, это моя комната, я сняла комнату. Потом я МВД позвонила, полицию. Они приехали. Но эти цыганы, он. Еще страшно. То есть, если мы вас правильно понимаем, после смены собственника у вас начались проблемы. Проблемы, да. Именно, жилищные. Вас, скажем так, кто-то вы селил, вы пришли. Ваши вещи оказались за дверью. За дверью, да. Замок. Ключ ваш уже не подходил, да? Да, не подходил. Замок сменили. Что дальше? Каковы были ваши действия? Вы обратились в полицию? Да, обратилась в полицию. А скажите, ваши вещи вам отдали? Нет, еще не отдали. Вы написали это, указали в заявлении? Да, заявление указало, что у меня там было деньги на адвоката. Я копила деньги, 50 тысяч. Деньги пропали? Пропали с вещами. А вещи в комнатах, в другой комнате. А вы обращались, чтобы эту комнату открыли и вы забрали вещи? Да, я звонила собственнику в понедельник. Он сказал, я сповожусь, я вам открою. И до сих пор. А сейчас вообще трубку не берет. Какие-то деньги он просит у меня за аренду. За аренду комнаты? Комнаты, да. Которую я по социальному найму проживаю. Скажите, насколько нам известно, ранее у вас был судебный процесс, да? Расскажите немножечко о предмет иска. 9 февраля у нас было, он на выселение подавал нас в суд. Вот. Получается, судебное разбирательство отказали им на выселение. Еще на апелляцию сейчас будет через месяц у нас. Понятно. То есть вас хотели выселить? Выселить, да. И не смогли. Получается, через суд не смогли. Они заняли самоуправство. Ну, кто они, вы опять же не знаете, можете только предполагать, да? Предполагаю. Понятно. Скажите, сейчас вы где живете? Я сейчас нахожусь на четвертом этаже. В этом же общежитии? Да. В этом же общежитии. А вот в такой ситуации вы одна оказались или есть еще кто-то? Нет, ни одна. У нас, получается, на четвертом этаже в том году Надю также взяли, выселили. Никифорова Мария на первом этаже жила, также в том году взяли, выкинули. Ой, выселили. Только вещи выкинули, на улицу все. Она оказалась вообще ноги босиком, вытолкнула из комнаты. А вещи через окошко все, мебель выкидывали. И, получается, Галина Ивановна у нас. Также в март, ой, когда это было. 23 февраля. Ее тоже. Мы с судебной экспертизой уехали. Приезжаем уже, у нее вещи в коридоре доселили. Скажите, а вот сейчас с вас какую плату за аренду комнаты требуют? Я не знаю, какую аренду. 5 тысяч хочет, наверное, за аренду. Какие деньги, говорю, просите у нас? Мы проживаем по социальному наему. По договору со с нами? Да, по договору со с нами. Скажите, вот ваши на данный момент, чего вы хотите добиться? Каковы ваши требования? Вы хотите, чтобы полиция рассмотрела ваше заявление и провела какую-то проверку? И за счет этого, что они избили меня в комнате. А, то есть вас еще в комнате кто-то избил? Да, 22 апреля я дома находилась, получается. Это было в 8 часов вечера. В комнату двери открываются. И заходят групповые 5 человек ко мне. И взяли меня и избили. Я в полицию обратилась. Я на больничном сейчас. Вы знаете кого-то из этих людей? Да, знаю. А вы указали об этом заявлении? Заявление я указала их. Понятно. А с вами кто-то связывался уже из полиции? С полиции? Да, они ждут из больничного, чтобы я вышла на больничном. Понятно.